20 октября стартовал очередной этап конкурса на субсидирование малого и среднего предпринимательства. Прием документов по-прежнему осуществляет многофункциональный центр. Правда, с некоторыми изменениями. Если раньше центр работал в одном режиме для всех, то теперь поток посетителей разделили. Для предпринимателей были открыты дополнительные окна. У нас в МФЦ на данный момент функционируют два окна МФЦ для бизнеса. В данный момент у нас именно с сегодняшнего дня стартовал очередной этап субсидирования, прием документов для субсидирования малого и среднего бизнеса. В связи с нововведением претерпел изменение функционал терминала. У бизнесменов теперь есть возможность проходить отдельную очередь. Обслуживание стало удобнее и быстрее. В первую очередь это приоритетность в плане очереди. То есть у нас в электронной очереди сейчас отдельная выведена строка МФЦ для бизнеса. То есть субъекты малосреднего предпринимательства могут в порядке отдельной очереди подходить и обслуживаться в этих двух окнах. Сами предприниматели в восторге. Бизнесмен Денис Тихонов приходит подавать документы в третий раз. Сегодня он отметил удобность данного нововведения. Вообще очень удобно. Во-первых, сам по себе МФЦ очень удобная организация. То есть можно прийти и все необходимые тебе услуги, если что-то нужно с недвижимостью и так далее, все это сделать в одном месте, не надо куда-то бегать, собирать какие-то справки и так далее и тому подобное. А для бизнеса, конечно, пришел, получил талончик. Можно даже, в принципе, не ждать очередь. Уже примерно представляешь, сколько по времени будет тот или иной человек находиться у окна. Мне девушка сказала, что вы взяли талончик, вы подойдите к пол-перому. Все, то есть я уже здесь сидеть не буду, к пол-перому подойду и вполне спокойно, не торопясь, сдам документы. Наряду с услугами субсидирования в МФЦ предоставляется ряд других услуг для малого и среднего бизнеса. Это регистрация, ликвидация, внесение изменений, все услуги, связанные с налоговым органом. Кроме того, МФЦ предоставляет услуги федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. Желающие участвовать в конкурсе могут обратиться в МФЦ, где смогут получить информацию о видах поддержки, которые предоставляет данная корпорация. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.